друзья всем привет несколько дней назад я показывал вам а вот эту вот обалденную орхидею которую двумя неделями ранее пересадили в интересную посадочку и орхидея за две недели показала очень красивый интересный быстрый рост корней то есть орхидеи очень это все понравилось эта посадочка в которой мы использовала простые ингредиенты и вот эта посадка и результат роста корней буквально за две недели сразу по сантиметру на ровном месте вылезли у нас корешочки это очень-очень друзья такой знаете ну скажем не рекордный не рекордная скорость но очень быстро очень быстро и и вот вдохновившись вот этой вот посадки сегодня друзья я хочу повторить подобную посадочку и проверить сегодня мы вместе с вами посадим орхидей q примерно точно так же да не примерно а постараемся максимально повторить эту посадку для эксперимента посмотреть насколько действительно ли орхидеям нравится вот то что мы сделали с вами некоторое время назад вот с этой вот орхидеи без всяких каких-то специальных стимуляторов без каких-то специальных средств и так далее там подобные просто подобрали правильные ингредиенты для посадки этой орхидеи и она откликнулась хорошим ростом и при этом не сбросила цветы а сегодняшние друзья героиня ой она который мы будем пересаживать она у нас немножечко попала форс-мажорные обстоятельства это беглиб недавнее наше приобретение точнее не приобретение а недавний подарок одного из интернет-магазинов это орхидея беглиб восточный экспресс так называется эта орхидея беглиб восточный экспресс и вот несколько дней назад когда я эту орхидею поливал ну точнее всю коллекцию поливал произошел с этой орхидеи форс-мажор она у меня упала она мало того упала вывалилась из горшка видите корни это я обратно уже ее в горшок вставил просто не было у меня возможности и времени заняться пересадкой этой я уезжал на несколько дней из дома и эту орхидею просто обратно вставил так в горшок видите корни с сорваны со своих мест и решил что при случае я ее пересажу но сама по себе орхидея но не пострадала а вот цветы конечно при ударе об полке об пол об тумбочку стоящую в общем она по отрывались цветочки вот осталось то что осталось и вот сегодня я хочу друзья эту голландскую орхидею пересадить в нижегородский в нижегородский горшок с использованием новосибирской коры коры хвойных пород новосибирских лесов мало того что это кора так еще кора вареные с использованием мха сфагнума кировских болот вот эти друзья простые ингредиенты дополнит маленькая изюминка индийская куркума именно вот эти вот все ингредиенты мы с вами применяли на той орхидеи клеопатри бабочки клеопатри и вот сегодня мы на восточном экспрессе эту орхидеечку этой орхидеечки восточной экспрессе повторим эту посадку для чего я сейчас переключу камеру и мы в хорошем качестве в разрешении все подробненько повторим распотрошим посмотрим что у нас здесь с корешками ну и будем наблюдать за этой орхидеи более того что более того я еще в ближайшее время хочу еще несколько орхидей пересадить благо нам позволяют подаренные нашему каналу вот эти вот кашпо стеклянные вот такие вот 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 такие вот кашпо кому интересно можете посмотреть как он называется написали мне что подобные кашпо видели продаются на вальбересе вот но не знаю в общем вот такой вот такой вот обалденный стеклянный стакан горшок да поехали так друзья ну еще раз пробежимся по ингредиентам вот такая вот вареная кора часовой выворки новосибирских лесов вот такая вот она это раз это кировский мох сфагнум вот такой вот он мокрый у меня он уже почти год как влажный хранится в боксе пластиковом боксе это куркума я уже показывал вам индия вот такое вот кашпо вот так она называется кому надо вот можете нажать паузу и посмотреть по артиклу поискать эту орхидею в интернете этот это кашпо в интернете я не знаю где она там продается но говорят видели на вальбересе а там уж я не знаю я не проверял не смотрел честное слово так от отлепляю этикетку и значит достаем нашу с вами орхидею чку которую сейчас будем потрошить вот так вот она цветет сейчас я поближе вам покажу цветок этот вот он так на фоне вот на таком чтобы вы могли разглядеть что это за такой интересный big leap восточный экспресс в переводе означает восточный экспресс так снимаем скрепочки я думаю что наверное я не буду срезать цветоносы хотя знаете они цветоносы могут мешать вот палочки я убираю делаем все быстро на кураже алюром видите он даже не держится совсем не держится но при этом друзья за время моего отсутствия после того как он упал он пробудил посмотрите big leap пробудил кончики кончики корней я это специально фиксирую чтобы потом когда мы будем делать следующий обзор этой орхидеи после пересадки чтобы ну скажем так чтобы было у нас все по-честному чтобы посмотреть действительно ли корням понравилась посадка в новый грунт если она понравилась то корни продолжат свой рост и не закуплются а если орхидея начнет закупливать корни либо они остановятся в росте то значит что-то у нас не понравилось орхидеи и говорить о том что в первом случае орхидея клеопатра обрадовавшиеся пересадки в вареную кору обработанный куркумой это заслуга именно вареной коры то тогда это будет ну скажем так неправильно посмотрите как корешки попроснулись но кстати у нас есть видео возьму это вполне возможно еще в результате тех обработок которые мы с вами делали с этими орхидеями есть видео на канале когда мы после распаковки эти орхидеи делали все обработки от насекомых вредителей и от болезней мы совмещали с препараты так нас не хватает не хватает секатора это положил секатор заранее не приготовил вот он секатор обрезаем все сухие корешки надо сказать что орхидея очень хорошем таком состоянии и даже падение из горшка кстати вот не первый раз замечаю друзья мои и об этом даже было видео помните в позапрошлом наверное году одну из разыгранных орхидеи но это потом я и разыграл которую мы сажали по моему в грунт от боны форты готовый грунт помните я тоже также уронил она так хорошо так по поломалась но после того как она совершила десантирование с полочки она зацвела поперла в рост то есть вот такой вот какой то есть определенный факт того что орхидея попадая в стрессовую ситуацию включаются у нее все функции выживания к которым и относятся начало роста корней начала цветения то есть такой запускается процесс жизненно важный так ну что у нас есть у нас вот такие вот деточковые листики которые я удалю вот они здесь не нужны потому что буду сажать орхидею вот это все будет углубляться у нас в посадку и естественно это будет у нас мешать вот чтобы эта орхидея у нас поглубже посадилась потому что если с листиками с этими посадите и то эти листики отмирая начнут могут ну не обязательно обязательно что это произойдет да могут начать подгнивать и это может привести к болезням гниение основания потому что это все-таки органика уже будет отмерзшая поэтому лучше всего конечно а нижние вот эти листики при перед пересадкой убирать вот я чешуйки вытаскиваю вот этот листик тоже я сейчас об выдерну все этого достаточно так бы конечно по-хорошему еще вот этот лист убрать потому что он ну он здесь прям большое расстояние он уже честно говоря такой прям ну мешает ну я его оставлю вот хотя конечно желательно бы его убрать нет ладно оставлю пусть сама орхидея решит что с этим листиком сделать все друзья здесь больше нечего убирать нечего здесь обрезать хотя наверное может быть вот этот вот корень я сейчас он такой не очень хороший вот так вот его раз так и сделаем друзья так еще вот эти вот пипку вот эту подрежем сейчас пипку снизу сейчас я покажу крупно друзья покрупнее так вот этот корень он прям совсем не нужен я покажу сейчас вот эти вот эту пипку которая видите кончик хвост вот этот корневой хвост в чё в чё в нем а он сидел в этом спрессованном стаканчики вот в этом кокосово-торфяной еще походу здесь перлит добавлен видите стали для воздушности перлит добавлять до перлит и вот эти корни они уже все то есть они на сопельках тут держатся поэтому пипку я вот эту срезаю вот так вот и эту пипку мы сейчас с вами припудрим как и у нашей клеопатры куркумой вот так мы точно также друзья основание обработали куркумой корешочки здесь вот но друзья без фанатизма все этого будет достаточно так это я убираю теперь по цветоносом нам надо определиться что-то я срезаю что-то оставляю но по поводу будущего вот этого цветоноса здесь ничего уже нету здесь все все отсветшие продолжению цветоноса нету отростков тоже нету поэтому его в принципе можно обрезать здесь всего один цветок обрезать буду вот прям вот 55 миллиметров либо сантиметр от основания вот так вот 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 такой вот цветочек фиксирую его на видео так этот цветонос нам не нужен посмотрим второй цветонос но на втором цветоносе у нас здесь еще есть раз два три четыре цветочка хоть и пока цены и такие вот но пускай пока будут срежу только кончик вот этот вот который в принципе мог раскуклиться и продолжить наращивать но пускай лучше орхидея обвыкнется в новом в новой посадке так все друзья переходим к посадке берем примеряем подойдет у нас слушайте ну прям вот прям вот прям вот тютелька в тютельку такое идеальное идеальное такое соотношение объема корней с объемом внутренним объемом горшка так ну что давайте приступим так нам нужен стиль небольшой сделаем я уже заранее приготовил вот такой вот с него прям течет друзья вот такой мох вот прям вон видите с него капает вот вот его мы и вот так вот сюда небольшой поместим дальше я немножечко приготовил приготовил коры дубовой коры я брошу ее на дно в одном из видео да уже не в одном наверное а в нескольких я рассказывал зачем для чего мы в этом сезоне добавляем дубовую кору повторяться не буду и теперь помещаем нашу красотку сюда аккуратно ее надо поместить таким образом чтобы не поломать корни раз и второе чтобы она у нас хорошенечко улеглась вот чтобы корни улеглись мы ее прокручиваем либо в одну сторону по часовой стрелке либо против часовой стрелки но это в зависимости от того в какое направлении растут корни у орхидеи ну куда они закручиваются по спирали влево или вправо так ну вот так вот у нас получается орхидей к прям изумительно присела сюда прям вот как здесь она и родилась так решочки расправляю так вот этот вот один пропустил вот этот вот и сейчас срежу корешок вообще я заметил конечно что чем больше начинаешь трястись над орхидеи вот это знаете прям аж руки дрожат вот это вот вот это я имею ввиду тем значит орхидея чувствует этот страх ну я так мне так кажется и начинает капризничать и начинает капризничать так у нас конечно слишком большие кусочки коры нужно было бы конечно поменьше потому что корней здесь побольше объем корней поэтому немножко нам придется здесь как-то изловчиться выбирать поменьше вот такие кусочки и запихивать по периметру эти кусочки ну чтобы корни не повредить так я не знаю вам слышно не слышно как под столом у меня собака храпит так каждый кусочек это прям знаете такой своеобразный тетрис орхидейный тетрис не забываем про мох я мох специально приготовил чтобы его добавлять в посадку немножко я его вот так вот для того чтобы влага которую буду потом в будущем подливать в горшочек вот но горшок же не всегда я буду эту орхидею поливать методом подлива а иногда конечно целиком замачивать но заливать горшок водой промачивать грунт корни ну это раз наверное там в несколько поливов а в основном да это будет полив это подливать буду просто водичку сюда вниз по мере просыхания корней буду подливать водичку и вот по мере необходимости чтобы смочить верхние корни чтобы они не пересыхали буду за заливать полностью замачивать полностью и вот чтобы при подливе у нас влага лучше распределялась внутри горшка я добавляю немножко мха мох он как знаете связующий ингредиент такие волокна которые хорошо впитывают воду и передают ее друг другу этим соседним кусочком коры то есть вот так вот но без такого знаете без уплотнения я все это дело сюда впихиваю без уплотнения это чтобы корни точнее не корни ну да чтобы корни дышали понимаете то есть чтобы воздух проходил то есть вот накидал вот так вот как знаете как как цемент между этими между блоками и так это этот мох но такой знаете рыхлый цемент так вот сюда еще брошу вот пазуха здесь такая образовалась аккуратненько туда вот в эту пазуху его прям замечательно и теперь туда бы мне как-то постараться пропихнуть кусочек коры корней много они прям плотненько так друг дружку прилипают а так ну вот прям здесь не очень мне нравится мне надо туда в пазуху засунуть о пальцем пальцем лучше всего получилось да а палочка теперь в сторонку на корень здесь вот я все-таки содрал обидно ну ничего новый нарастут в других местах а вот здесь вот видите сложность была запихнуть сюда но зато вот корешок чистенький целенький внутри горшка ничего страшного где-то корень какой-то корней много у орхидеи надеюсь она не заметит не страшно нет так ну вот так да и вот так вот приходится просовывать укладывать вот эти кусочки потому что они крупноватые и чтобы они заполнили все пространство нужно по по одному кусочку складывать прям так еще немножко к мх а вот так вот ну мне кажется в этом наверное и есть весь тоже в том числе смысл увлечения на орхидеями когда вот не просто пошел в магазине все готовое купил а вот собственными ручками ручками ковыряешь укладываешь утрамбовываешь пересаживаешь вот в этом весь и а потом еще при этом получаешь какой-то результат положительный да когда от орхидеи отлика откликается на твои пересадки твои какие-то варианты ухода за орхидеи вот это вот весь и есть смысл вся философия весь кайф так немножко забыл сверху просуну кусочки дубовой коры специально для отпугивания отпугивания насекомых некоторых это раз второе от возможной защиты некоторых болезней но это еще не стопроцентный факт а пока что наше только наблюдение зафиксированное за прошлый и позапрошлый год вот она пока что мы будем наблюдать будем наблюдать как действительно ли кора дуба влияет на вот эти все моменты так ну вот друзья заканчиваем мы нашу посадку вот мне кажется у нас все прям обалденненько так получается сверху кусочки коры выкладываем вот так вот покрупнее можно на как-то уже все вот так так здесь наверно ну хотя он пускай так будет просто прикрыта да все друзья вот такая вот у нас получилась посадка сейчас я штрихи последние на виду уберу все лишнее восточный наш экспресс получился вот в такой вот посадки опа вот такой вот друзья красавчик чё 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 проснулась мать проснулась вот такая вот все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока пока